В школе юного орнитолога ждут всех, кто неравнодушен к живой природе. В центре внешкольной работы номер два организовали цикл мероприятий как для школьников, так и для педагогов, где всех желающих познакомят с представителями орнитофауны нашего региона. Я учусь в биолого-химическом классе в школе номер 50. Поэтому, и поскольку предоставлена была такая возможность, ну, это связано с биологией птицы, и я вообще очень люблю животных, птиц разных, и поэтому решила, что надо лучше узнавать, готовиться к экзаменам также, потому что, возможно, что-то будет тоже на экзаменах связано с птицами, и я решила, что надо все-таки попробовать, и это вообще интересно. Школа юного орнитолога – это новый просветительский проект. Его цель заключается в том, чтобы привлечь детей к настоящей научно-исследовательской деятельности. Проект подразумевает проведение в течение года нескольких обучающих занятий, семинаров, экскурсий. Итогом, конечно, будет у нас соревновательный момент – это спортивные орнитологи, где примут участие все команды, которые заявили о своем участии. Ну и в октябре уже 2019 года состоится заключительная конференция, которая подведет итог нашего этого проекта городского и покажет, чему же научились ребята. На этот раз занятие было посвящено учету зимующих птиц, который ведется в России более 30 лет. Ребята научились оформлять блокнот орнитолога и потренировались в определении птиц по фотографиям. Впереди школьников ждет серьезная работа уже в реальных условиях. Ну, самое ближайшее, что у нас будет – это учет зимующих водоплавающих, которые также проводятся уже достаточно большое время. И в Ивановской области это уже будет 22-й учет зимующих уток и других водоплавающих и головодных птиц. Ну и, соответственно, для школы юных орнитологов это будет свой первый самостоятельный учет. А пока все желающие могут принять участие в традиционном конкурсе «Покормите птиц» и помочь пернатам не в теории, а на практике. Муниципальный этап конкурса продлится до 18 февраля. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.